Группа боевиков берет в заложники тех, кто обычно снимает и пишет о террористических атаках. Журналистов проверяют на прочность в экстремальных условиях. Это курсы подготовки представителей СМИ в зоне военных конфликтов. Обстановка максимально приближена к реальности. Репортеров валят на колени, отнимают вещи, на глазах заложников расстреливают военных. Чтобы сломать заложников, на их головы натягивают мешки, затем толпу подымают и уводят. Роль террористов исполняют бойцы из Дагестана, среди них и русские, и кавказцы. Последние добавили колориток и без того незаурядному мероприятию. Крики, интонации, угрозы, все выглядит вполне искренне. Делается это специально, чтобы журналист окунулся в жизнь заложника. Но военные отмечают, в реальности все гораздо жестче. Владимир, Владимир, вперед, пошел! Владимир, далее, все! По сценарию курсов боевики успешно справились с заданием. Журналистов сумели увезти от силовиков и посадили в автобусы. На этом имитация захвата заложников завершена. Террористов изображать, конечно, нелегко, но эта ситуация максимально приближена к реальности. В принципе, здесь не так все реалистично, но здесь мы показали возможные моменты, которые могут случиться с каждым, с каждым репортером. На ваш взгляд, справились журналисты? Журналисты справились, конечно, они тоже молодцы, не потерялись. Главная рекомендация, это, безусловно, выполнять все их требования и стараться действительно сохранить, что называется, человеческое лицо, потому что если ты дашь слабину сразу, они, собственно, этим будут потом пользоваться. И уже это будет повторяться бесконечно. Постараться наладить какой-то контакт уже после того, как ты оказываешься в каком-то, там, например, в Зиндане, да, в яме. Не сразу, по чуть-чуть, буквально там по чайной ложке, пытаться общаться, чтобы получать какие-то, и, собственно, все, наверное. Ну, там же этот опыт пригодится? Дай бог, чтобы не пригодился. Курсы экстремальной журналистики устраивают ежегодно. Репортеров учат работать в условиях спецопераций, городских боев, при разгоне массовых беспорядков и во время стихийных бедствий. По словам участников курсов, это не только беспрецедентный опыт, но и возможность трезво оценить свои силы. Егор Сазаев-Гурьев, Михаил Рубин, Георгий Сарсеков, Никита Токарев, Infox.